Здравствуйте! В эфире программа «Городская среда» в студии Гульнара Гуруева. Судя по всему, Новый год принесет нам немало сюрпризов, связанных с ЖКХ. Повысятся ли цены на жилищно-коммунальные услуги? Как получить субсидии и сколько нужно будет заплатить за газ и отопление? На эти и другие вопросы ответит сегодня наш гость. Начальник отдела лицензирования госинспекции Республики Дагестан Магомед Шамхалов. Здравствуйте! Магомед Рамазанович, расскажите, пожалуйста, планируется ли рост цен на услуги ЖКХ в наступающем году? Назваем его правильно. Она называется индексация платы, вносимые гражданами за коммунальные услуги. Она индексируется ежегодно. Индексация происходит в второй полугодии текущего года, будем говорить так. Индексации в следующем полугодии с января месяца не ожидается. Она устанавливается, предельный индекс устанавливается распоряжением правительств Российской Федерации и применяется каждым субъектом отдельно. То есть каждый субъект есть предельный индекс, устанавливаем правительством Российской Федерации. Исходя из этого максимального индекса, каждый субъект Российской Федерации устанавливает максимальные изменения либо роста, либо снижения тарифа за коммунальные услуги. А тариф за жилищные услуги, она прописывается отдельно, она должна быть прописана либо договором управления многоквартирным домом, либо общим собранием собственников при создании товарищества или создании жилищного кооператива. А что представляет собой государственная система ЖКХ? Государственная информационная система ЖКХ – это один из подразделов государственных сайтов государственных услуг, созданных на более узкие цели. Эта система была создана федеральным законом 209 в 2014 году. Эта система предусматривает размещение информации органами власти, органами местного управления, ресурсоснабжающими и управляющими компаниями, а также администраторами общих собраний. Все информации о жилищно-коммунальном хозяйстве. Данные информационные системы предусматривают, в первую очередь, органы власти размещают информацию о нормативно-правовом акте в сфере ЖКХ, органы местного самоуправления, нормативное распоряжение, постановление органов местного управления в сфере ЖКХ, ресурсоснабжающей организации – вся та информация, которая должна быть общедоступна для потребителей этих коммунальных услуг. И, соответственно, управляющие компании, такая же управляющая компания «Товарищество» и жилищный кооператив также размещают необходимую информацию по управлению многоквартирными домами, в том числе выполняемые работы, оказываемые услуги, цены и тарифы на жилищные и коммунальные услуги, а также отчеты о выполненных работах, это управляющими компаниями, ресурсоснабжающей организации размещают информацию о предоставляемых услугах, об изменении индекса, то, что мы и говорили, изменение индекса тарифа на эти услуги, качество предоставляемых услугах, перерывы предоставляемых услугах – вся эта информация должна быть размещена в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства. И этой информацией пользуются как поставщики информации, так и пользователи информации – это граждане нашей страны, которые могут зайти, зарегистрироваться в системе и пользоваться той информацией, которые предоставлены по конкретному либо многоквартирному дому, либо даже по конкретной квартире. С учетом того, что по каждой квартире должны быть выставлены платежные документы на оплату жилищных либо коммунальных услуг. А в чем еще плюсы этой системы? Что дает гражданам эта система? Хотел бы сказать, что гражданам эта система дает полезную информацию. Как я уже говорил, это те нормативно-правовые акты, которые издаются в сфере ЖКХ, те услуги, которые предоставляются ресурсоснабжающими организациями, те услуги и работы, которые предоставляют организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, либо жилыми домами. Поэтому эта информация для граждан. Еще там есть функционал, при котором общие собрания можно проводить в использовании этой системы. То есть собственники определяют администратора общего собрания. Это актуально на сегодняшний день, в связи с тем, что у нас, мы знаем, что у нас в связи с коронавирусной инфекцией имеются определенные ограничения по собраниям, по сбору подписей. И для проведения собраний как очной, так и очно-заочной части. Это связано с определенными ограничениями. И в связи с этим в данном информационной системе имеется возможность зарегистрироваться и провести общее собрание собственников помещения по тем или иным вопросам, касаемым деятельностью многоквартирного дома. Как это удобно. Да, это удобная система. Но и в том числе и регистрировать тоже там очень просто. Через единую систему идентификации, аудентификации собственник регистрируется. Там наносятся персональные данные этого собственника. И через свой логин и пароль он заходит и видит всю информацию, касаемую предоставлению либо жилищных, либо коммунальных услуг. И конкретно по конкретному лицевому счету на этого абонента. Это начисление, необоснованные начисления или же перерасчет. Все можно обеспечивать через данную систему. Она дает большие возможности в наше время, именно в период вот этой пандемии, пользоваться этой системой, а также оплачивать услуги, заполученные коммунальные либо жилищные услуги через эту систему. Это онлайн, да? Да, онлайн платежи, так называемые онлайн платежи. Он может оплатить через эту систему. Она позволяет провести оплату за полученные услуги через данную систему. А какие изменения в новом году ждут граждан относительно субсидий? Вообще, хотел бы сказать, что предоставленные субсидии прописаны постановлением правительства Российской Федерации номер 761. Данным постановлением определен порядок предоставления субсидий гражданам. Какие документы должны предоставлять собственники, либо пользователи помещений в многоквартирных домах, либо в жилых домах? И какой процедуре, порядок предоставления данной субсидии? Субсидии, как мы знаем, предоставляются уполномоченными органами, которые определены каждым субъектом для предоставления данной субсидии. И граждане предоставляли все необходимые документы, установленные данным постановлением, для предоставления субсидий. Субсидии предоставляются на полгода, и через каждые полгода получатель этой субсидии должен был повторно предоставить заявление, предоставить пакет документов для получения, для продления, будем говорить, этой субсидии на последующие полугодии. Но недавно внесли изменения в данное постановление, в связи с чем с нового года заработает функционал данной информационной государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, введен новый функционал, в связи с чем в собственнике помещения не будет необходимости собирать дополнительные справки, получать квитанции, или получать документы об отсутствии задолженностей на бумажном носителе. Эта информация автоматически ресурсно-обжающей организации, либо управляющей организацией обязаны будет размещать на портале ГИС ЖКХ, и уполномоченные органы, которые предоставляют субсидии гражданам, они уже будут направлены запросы, и в соответствии полученных ответов они уже будут формировать тот пакет документов, необходимый для продления, либо отказа продления этой субсидии. Субсидии это связано еще с тем, что данный функционал, она более обеспечивается более достоверной информацией, что исключает какие-то справки, которые не обоснованы в справке, или будем говорить подложенные документы, предоставленные подложенные документы, она исключает, потому что ресурсно-обжающие и управляющие компании будут размещать туда достоверную информацию, и потом изменить эту информацию уже будет невозможно. Поэтому вся информация, которая размещается, она сохраняется, и она должна быть достоверной. В случае размещения недостоверной информации, соответственно, та организация, которая недостоверно разместила, понесет соответствующим законодательствам административную ответственность. А где можно будет оформить субсидии? Субсидии оформляются, как я уже говорил ранее, в уполномоченных органах по предоставлению субсидий. Это уполномоченные органы, определенные каждому субъекту, это управление, предоставление субсидий. И у нас, как в республике, является Министерство труда и социального обслуживания населения. Поэтому есть региональные уполномоченные органы, которые в муниципальных районах и городских округах, которые предоставляют данный вид поддержки. А документы как? Подавать через МФЦ? Документы, если при первичном оформлении субсидий, каждый гражданин предоставляет заявление документы через мукофакциональный центр. Если субсидия уже оформлена, то последующие пролонгированные субсидии, ему не нужно будет дополнительно собирать пакет документов. То есть она автоматически продлевается. По постановлению Российской Федерации, те граждане, которым необходимо было предоставлять субсидию с 1 апреля по 1 октября, они автоматически продлевались. И те граждане, которые истекал срок после этого периода, после 1 октября, они автоматически продлевались еще на полгода. То есть те граждане, которые в установленном порядке получали субсидию на сегодняшний день, им не имеют необходимости, собирают дополнительные документы и предоставляют эти документы у полномоченные органы по предоставлению данной господдержки. То есть она автоматически будет продлеваться на последующие полгода. Но хотел бы оговориться, только в случае, если с нового года будет заработан этот функционал, если не будет задолженности по оплате за жилищные и коммунальные услуги, даже коммунальные и жилищные услуги за последние три года. Эта задолженность должна быть подтверждена судебным решением. Что это говорится? Что если какой-то собственник или наниматель в многоквартирном или жилом доме имеется задолженность за последние три года, и эта задолженность подтверждена судебным решением, либо судебным приказом, либо судебным решением, то, соответственно, эта информация должна быть размещена в данной государственной системе. Уполномоченные органы направляют запрос в ресурсоснабжающую, либо управляющую компанию. Соответственно, те направляют ответ, что за данным гражданином, получателем этой господдержки имеется задолженность, то Уполномоченные органы обязаны будут отказать данному гражданину от получения субсидий. Поэтому раньше была возможность о реструктизации данного долга. То есть они говорили, что мы оплатим какой-то определенный период и оформляем субсидии. Но сейчас данная реструктизация, она как бы, получается, не будет действовать, потому что она будет все равно размещена в информационной системе, и там уже не будет возможности как-то реструктизировать. А если задолженность небольшая у граждан, а смогут ли они оформить субсидии? Опять же, хотел бы вернуться к теме, что задолженность должна быть подтверждена только... Если до суда не дошло. То это не является основанием для отказа. Только подтвержденная судом задолженность по оплате жилищной либо коммунальной услуги. За последние три года. В общем, вы довольны работой управляющих компаний? Управляющими компаниями довольны должны быть в первую очередь жители многоквартирных домов, управляющими компаниями товариществами. Ну, как контролирующие органы. Управляющими компаниями товариществами или жилищными кооперативами. Мы знаем, что последний период, начало отопительного периода, оно связано с выпадением обильных осадков, которое принесло немало проблем для управляющих компаний, для товариществ и жилищных кооперативов. И в том числе мы знаем ресурсоснабжающие организации, в том числе и электроснабжающие организации, которые были многочисленные отключения в связи с выпадением осадков. Были подтоплены подвальные помещения, протекали крыши, которые раньше как бы не протекали, будем говорить, которые как бы выдерживали тот напор воды, который был ранее. Поэтому в последнее время, с началом отопительного периода, увеличились и жалобы об обращении граждан за отсутствие или не предоставленной той или иной услуги. За текущий год хотел бы озвучить, сколько поступило жалоб и какие именно тематика была этих жалоб. За истекший год, в 2020 году в Горжевую инспекцию поступило 4894 обращений или жалоб по отсутствию той или иной услуги. Из них наиболее проблемными, наиболее такими обращениями были горячие водоснабжения, 259 обращений. По проблемам отсутствия или ненадлежащиеся содержание работы лифтов, 162 обращения. Начисление за, то есть необоснованное начисление за жилищные и коммунальные услуги. То есть основная проблема жильцов тоже связана с необоснованными начислениями за предоставлением жилищных или коммунальных услуг. Это суммарно в этом году было 446 обращений к Горжевую инспекцию. Как я уже говорил, в связи с началом отопительного периода обычно бывают проблемы с подачей отопления в жилые помещения многоквартирных домов. В этом году очень много обращений с началом отопительного периода. Отопление составляло 591 обращение. Практически больше всего обращений было по отоплению и отсутствию электроснабжения. Потому что очень много перебоев электроснабжения было. И соответственно много обращений в связи с отсутствием электроснабжения. Также очень много обращений по некачественному содержанию общего имущества. 484 обращения только за этот период 2020 года поступило обращение по некачественному содержанию общего имущества. То есть это и показывает, что управляющие компании не работают надежным образом, что не выполняют возложенных на него функций в полном объеме. Какую работу проводит Горжевую инспекцию относительно подобных компаний? Горжевую инспекцию проводит надзорные мероприятия по всем обращениям. В связи с тем, что 3 апреля текущего года в связи с пандемией вышло постановление правительства Российской Федерации 448, которое ограничивает проведение проверок за исключением проверок, носящихся угрозу безопасности жизни и здоровью граждан. Данные проверки должны быть согласованы в обязательном порядке с прокуратурой. Поэтому многие жалобы, которые не подпадают под эту категорию, мы направляем управляющей компании, выдаем соответствующие предостережения, контролируем исполнение этих заявлений и, соответственно, обеспечиваем подачу той или иной услуги собственникам и пользователям помещения в данных многоквартирных домах. В рамках обеспечения информации какую работу проводит Горжевая инспекция относительно ГИС ЖКХ? Горжевая инспекция осуществляет надзор за размещением информации органами местного управления, ресурсоснабжающими и управляющими организациями, то есть полноту и достоверенность размещаемой информации. В рамках контрольных мероприятий ГИС ЖКХ выдают предписание либо предостережение за неразмещение той или иной информации. 11 декабря руководитель ГОЖИ инспекции из-за приказа, в котором создана группа по контролю за размещением информации того функционала, который предусматривает предоставление информации по предоставлению субсидий гражданам. То есть управляющая компания, ресурсоснабжающие организации и органы местного управления, каждый по своим направлениям обязаны будут размещать в системе необходимую информацию по задолженностям за жилищно-коммунальные услуги. Поэтому, чтобы не вводить в заблуждение получателей этих услуг, они должны размещать достоверную информацию. ГОЖИ в инспекции в рамках этого функционала будет проводить полноценную проверку размещения той или иной информации. В связи с этим и была создана группа по контролю за размещением информации приказом от 11 декабря этого года, которая будет контролировать соответствующий функционал и будет реагировать на те замечания, те нарушения, которые допущены соответствующей организации. А вот сколько управляющих компаний уже лишилось лицензий за все это время? Мы в 2018 и 2019 году аннулировали 28 лицензий. Это было связано и с некачественным обслуживанием управляющими организациями многоквартирных домов и с тем, что в течение полугода управляющие компании не могли взять управление многоквартирных домов. То есть есть такое прописано в законе, что если управляющая организация полгода и более не выбрана в качестве управляющей организации управление многоквартирными домами, то данная организация подпадает под аннулирование лицензий. Поэтому всего за этот период было аннулировано 28 лицензий. Также хотелось бы сказать, что из лицензиатов 18 организаций добровольно прекратили деятельность по управлению многоквартирными домами и в связи с этим была прекращена деятельность лицензий. Поэтому 28 организаций, которые аннулированы, и 18 организаций, которые прекратили деятельность, лицензированы в виде деятельности. Какое количество всего лицензированных управляющих компаний в Республике Дагестан на сегодняшний день? На сегодняшний день 196 организаций, имеющих лицензию на право управления многоквартирными домами, из которых 165 управляют уже данными домами. 31 лицензиат находится в резерве, которые могут взять дома в управлении. В случае недобросовестного оказания услуг по управлению домами, либо действующими лицензиатами, которые управляют, либо товариществами, или жилищными кооперативами. Поэтому данные управляющие компании могут обратиться в органы местного управления. С жилищным кодексом предусмотрено, что органы местного управления могут передать дома во временное управление, в связи с тем, что собственники помещений не выбрали, либо не реализовали выбранный способ управления. В связи с этим администрации составляется перечень лицензиатов, которые подали заявление для включения их в реестр организаций, которым, возможно, будут переданы те дома, которые я уже озвучил. А когда следующее заседание лицензионной комиссии, и какие требования к претендентам на получение лицензии, и вообще изменились ли они за последнее время? Лицензионная комиссия заседает ежемесячно, согласно графику. Лицензионные требования не изменились. Основные требования – это регистрация юридического лица на территории Российской Федерации, наличие у должностного лица квалификационного аттестата. Это подразумевается, что у руководителя данной организации должен иметься квалификационный аттестат, который после сдачи квалификационного экзамена он получает на здание требований жилищного законодательства. А также требования, которые предусмотрены в статье «Судия встречи жилищного кодекса», они остались прежними, изменения в данном случае не произошли. Время нашей программы подходит к концу. Что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям? Я бы хотел пожелать телезрителям, чтобы они были более активны в управлении своим домом, принимали участие во всех тех мероприятиях, которые связаны с предоставлением либо жилищных, либо коммунальных услуг. И хотел бы пожелать, чтобы эта зима прошла в теплой квартире с предоставлением всех жилищных и коммунальных услуг. Спасибо, что пришли к нам и ответили на наши вопросы. А с вами, дорогие телезрители, я прощаюсь. Увидимся на следующей неделе. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин